Ну, добрый день, добрый день, ladies, ну, добрый день, gentlemen, добрый день, дамы и господа, меня зовут Яков Файн, тут ничего не изменилось, ни имена, ни пол, не меняй. Вас приветствую на теплом, ласковом, добром, искреннем, или, правильно сказать, трушном канале имени меня. Как вы знаете, кроме вот этого канала, сейчас, извините, у меня есть еще канал «Программист читает Библию» и еще есть канал «Карьера информационных технологий». Ну, а мы с вами сегодня находимся 6 января на канале Яков Файн. Вчера я записал интервью с моим сыном, было много комментариев, я почти их не буду комментировать, потому как они в основном относятся не ко мне, а к тому, что говорил сын. Но все-таки есть какие-то комментарии, которые я хотел бы прокомментировать по прошлым выпускам. В частности, в одном из них шла вещь о том, что о языках программирования, какие популярные, какие непопулярные. И я говорил, что, в частности, Stack Overflow очень популярная площадка среди программистов, куда люди ходят и отвечают бесплатно. Ключевое слово – бесплатно. То есть, дар на вопросы других программистов. Это у нас здесь супер-дупер популярное место. По недавнему вопросу того же Stack Overflow, по-моему, 75 программистов. А в основном это программисты американские, Индия, кто там еще, Китай, Великобритания. 75% программистов, процентов программистов говорят, что у них проблема, они идут на Stack Overflow. Stack Overflow. Я забыл, кстати, вам сказать, но я вообще исправлю ошибку сейчас. Не ошибку, вернее, а то, что я пропустил про Джоэла Сполски, создателя этого сайта, одного из. Да, так вот, пишет Козьма Прутков. Жаль, нет в абсолютных цифрах. На Доу, до этого сайта, где украинские программисты касаются, выходит статистика. Нас порядка 250 тысяч, то есть там айтишников порядка 250 тысяч. Либо на сайте, либо в Украине, непонятно, в этом году. Просто наши только читают и берут решение из Stack Overflow. Вклад в ответы очень низкий, поэтому и в вопросах не принимают участие. Для Facebook вклад еще меньше, просто все сидят в ВК, ВК, ВК или ОК. Это, наверное, надо наклассить, не знаю. Видите, это интересно услышать как бы мнение изнутри. Я никогда не интересовался таким профилированием по национальному вопросу или по стране, скорее, как ведут себя программисты. Но, в принципе, то, что пишет Козьма, оно похоже с тем, что я бы как бы догадался. Здесь, в Штатах, очень принято помогать друг другу. Бесплатно. То есть слово «бесплатно» здесь не является таким как бы нехорошим или «а что-то я должен». Я вам покажу. Я покажу свой сайт. Не сайт, а свой аккаунт. Вот я пошел на Stack Overflow. Это мой аккаунт. Давайте делаем покрупнее. А что же нам так не показывает? Видите, вопросы, ответы, люди задают вопросы, кто-то там отвечает и так далее. Вот такой был вопрос с описанием ситуации. И там была пара вопросов. За то, что люди отвечают, они получают баллы. Баллы вот такие. Видите, у этого человека, который ответил тысячу баллов. Он набрал чем? Тем, что он много отвечал и помогал разным людям. Вот там или вот это, допустим, посмотрим. Давайте какой-нибудь вот такой. Был один ответ, 12 человек посмотрел на него. Некто имел 284 балла у него. Накапливается. Причем, эти баллы, они не превращаются никак в деньги. У этого 1900 баллов и так далее. Смотрите на мой аккаунт. На мой аккаунт. У меня, когда я еще активно программировал, я отвечал регулярно сюда. Видите, у меня 10 970 баллов. Это не то, что суперстар, но это очень такой респект, уважаемое количество баллов, которые я заработал. Если среди моих слушателей сейчас, среди программистов, есть люди, у которых больше, чем 10 тысяч, вот у меня около 11 тысяч, видите, 10 970. Напишите, пожалуйста, отправьте ссылочку в комментарий ко мне, и я скажу молодец. Хотите, чтобы я сказал на вас молодец? Хотите. Поэтому напишите. Ну вот видите, 11 тысяч у меня есть. Если на нее кликнуть, можно посмотреть детальный отчет. Самое смешное, кстати, самое большое количество баллов я получил за вопрос, который у меня был совсем не профильный. Я вообще в этом особо не рублю, там Apache, там Web Server, вот. И там была одна проблемка, которую я в свое время решил, и я ее описал как. Видите, 208 человек мне поставили какие-то, ну не лайки, а там Upvote, это называется. По разным предметам я все вот это дело отвечал и набрал 10 970 баллов. Я уже сейчас не отвечаю, хотя, знают, может, я опять буду отвечать. Вот и ответы и вопросы. Что я хочу сказать? Опять же, я хочу быть аккуратным, чтобы особо никого не обидеть. Но вот эта традиция в обществе, в лосангестных странах, когда люди особо друг другу не доверяют, когда люди считают, что, скорее всего, меня обманут, и когда люди считают, что, а если мне не платят, зачем я это буду делать? Она очень легко экстраполируется на ситуацию с программистами. Вот как пишет, как Кузьма написал, мы в основном там берем, а не даем. То есть люди в основном берут решение из так оверфлоу. А почему не дать? Если вы что-то нашли, как решить, почему не поделиться? Почему кому-то не помочь? Просто так, как профессионал это делает. Ну, не хотите и не надо. Но самое интересное, это такие болезни достаточно быстро проходят у людей, которые сюда эмигрируют, из СНГ. То есть они довольно быстро, люди умные, они довольно быстро ориентируются и понимают, что я нахожусь в другой среде. И тут, оказывается, приветствуется, что у тебя, ты бесплатно ответил на много вопросов своих коллег. Не своих коллег, а вообще неизвестные тебе люди со всего мира. Ну, коллег в смысле профессии. Так что подумайте. Но мне было бы интересно, если есть люди, у которых больше 10 тысяч баллов, наброс на стек оверфлоу, пожалуйста, напишите. И мы вас поприветствуем громко. Назову каждого, кто это напишет. Так, так, так. Что тут еще есть? Вот человек пишет. Насчет работы программистами, в конце видео я уже сомневаюсь, что стоит это делать. Смотрю на YouTube Евгения Таранова, не знаю кто это. Он дальнобойщиком сейчас на своей фуре взял кредит, работает, выложил на Reddit. А счет о том, сколько он заработал чистыми за месяц работы. И даже американцы пофигели, прифигели. Но я ему верю, что около 30 тысяч американских рублей в месяц. И спрашивается, нафига надо войти в программисты, аниматоры, если есть другой путь. Да, нужно попотеть, но оно того стоит. Три точки, наверное. Самое ценное, страйкер, в вашем комментарии, это три точки, наверное. Понимаете, вы взяли абсолютно один критерий, кто зарабатывает больше. Или можно ли заработать больше. Я так понимаю, что этот дальнобойщик зарабатывает, или заработал в один, хотя бы один раз он заработал 30 тысяч в месяц. Верю ли я ему? Да, почему нет? Я верю. Я верю, что в любой профессии есть люди, которые зарабатывают больше или намного больше, чем другие. Когда-то, когда я еще жил в Советском Союзе, может быть, у нас у всех было такое понимание, что все примерно одинаково зарабатывают. Ты чего дергаться? Когда у меня была зарплата 120, и если бы я продвинулся по должности старшего инженера, программиста, в нашем отделе АСУ, допустим, то я бы, наверное, получал 130 или даже 140. Не 120, а 140, понимаете? Чувствуете? Разница небольшая. И я даже не мог предположить, что есть люди, которые в это же время зарабатывают тысячу рублей или 10 тысяч рублей, когда в «Жигули» стоили 5 тысяч рублей. А люди зарабатывают. Они делали намного больше, чем другие. Они работали больше, чем другие. И этот дальнобойщик наверняка пашет намного больше, чем другие. Наверняка он в хорошем состоянии держит свой грузовик. 18-wheeler, тот, который на 18 колесах, когда он везет вместе с прицепом. Есть, конечно, такие. Но значит ли это, что зачем этих программистов, если можно дальнобойщикам заработать 30 тысяч долларов в месяц? Конечно, значит. Если вам нравится программирование, идите программировать. А рассказывает ли он вам проблемы? Как это сутками сидеть в автомобиле? Сутками просто сидеть. Да, вы скажете, у них хорошая кабина. Да, хорошая кабина. А спать на этих стоянках вдоль дорог? Они есть нормально. Есть говно. Просто говно. Все время. Он вам об этом рассказывает? Я не знаю, может ли рассказывать. И это как? Это нормальная жизнь? Лучше, чем у программиста? Я бы все-таки занимался тем, что мне нравится. И в той области, которая мне нравится, это я говорю не о программистах, везде. Скажите себе, вот сейчас меня слушает там, допустим, инженер-механик Вася Пупкин, который получает чуть выше среднего, чем обычно платит в индустрии. Этот Вася Пупкин, да, я обращаюсь к тебе, Вася, к тебе. А вот и Маша тоже инженер, и к Маше, чтобы не быть сексистом. И Маша зарабатывает чуть выше, чем другие. И Вася, и Маша очень горды собой. Не то, чтобы прямо горды-горды, не такие там нарциссисты, как я. Ну, горды, молодцы, лучше, чем другие. А теперь Вася и Маша. Если я вам дам задачу. В этом году, год только начался, увеличить свои зарплаты, не переходя в другую профессию. На 25%. Это много. Только не надо мне говорить, Вася, перестань. Не надо мне говорить, что это невозможно. У нас все так получают. В нашем городе все так получают. Или для этого мне придется переехать в областной центр. Так переедь. Если ты сейчас думаешь, а может пойти в программисты, потому что там говорят, много платят. А ты попробуй мне это, никуда не переходи. Стань выше намного в своей специальности. А может тебе даже не придется переезжать в областной центр. Может тебя заметят и так. Может надо начать активно ходить по интервью в своем городке. Не говорите, что это невозможно. Иди и получи свой отказ. Я когда-то записывал видео. Конкретно с этим названием. Это закон железный, который работает всегда. Для тех, кто хочет. Вы не должны. Вася, вы мне можете сказать, меня устраивает. Меня уважают все. Жена меня любит, потому что я зарабатываю на 20 рублей больше, чем люди. Окей. Окей. Но если вы хотите проверить, правду я говорю или нет, иди и получи свой отказ. Обновите резюме, которое у вас пылится уже 10 лет. И сходите на другие предприятия, где нужны инженеры и механики. Когда вам будут предлагать зарплату, или не так, когда вас будут спрашивать зарплату, не говорите, сколько вы получаете сейчас. Потому что вам предложат чуть-чуть больше. Не говорите. Я там на том, на втором канале «Карьера в IT» уже не разу это дело поднимал. Говорите, что «I'm open». Нет, по-русски надо говорить. Говорите, что «я открыт к любым предложениям». Зарплата – это одна из составляющих компенсации вашей компании. Мне нравится ваша компания. Это то-то-то-то-то-то. У вас лучше отпуска, у вас лучше медицина. Я не знаю, что. Социальный пакет лучше. Не говорите, сколько вы мне хотите платить. Вы скажете, невозможно. Возможно. Так вот, ваша задача, Вася, это я к вам обращу. На этот год. К концу года, не переходя в другую специальность, зарабатывать на 25% больше. Это реально. Только надо не сидеть и плакать. Вернее, не то, что не надо быть вялым овощем. А надо «manage your career». То есть управляй своей, руководи своей карьерой активно. «Actively manage your career». Ничего, что я по-английски. Так, ладно. Так что дальнобольщикам мы не завидуем. Хотя мы уважаем. Любую профессию уважаем. Особенно уважаю вот этого парня, о котором вы упомянули. Если он сделал так, что другие дальнобольщики открыли рты, когда узнали, сколько он зарабатывает. А то, что они американские или не американские, это неважно. Американские точно такие же, если ленивые, если не ленивые, работящие и так далее. Вы не живите в стереотипах. Ну вот, американцы даже столько не зарабатывают на дальнобойщике. А как я могу? А можете легко. 99% американских программистов зарабатывали меньше меня, когда я работал программистом. 95% пацаны. Американец и я. Конечно. Но я не рожденный американец. Если бы мне кто-то сказал, даже американские программисты, которые родились здесь, которые говорят без акцента, не могут столько зарабатывать. А я бы сказал, what the fuck? Who cares? Я при чем? Я живу в Америке. В Америке меня не притесняют по национальному вопросу. У нас нет такого, что мы тебя не возьмем, потому что у тебя национальность такая или разрез глаз вот такой. Нет. Только себе и спасибо за все. Что-то я раздухарился. Вам не кажется, что я как-то наезжать стал на вас? Ребята, отдыхайте на рабочем месте. Пришли, выпейте кофейку, посмотрите интернет. Конечно, жалко, что порно нельзя смотреть на работе, а то вообще был бы кайф. Ну, а там, если останется в конце дня десяток-двадцать минут, ну, попрограммируйте чего-нибудь там. Так. Если еще что-нибудь интересное, давайте-ка листанем быстро. Быстро листанем. Отец не должен навязывать, конечно, да. Какие-то детали про мультипликацию. Все хвалят, молодцы, все хвалят. То есть, Юру хвалят. Вот, а человек, Владислав, пишет. Супер интервью. Про себя свяжитесь со мной. Оставьте в комментарии как-нибудь. И я буду продолжать омолаживать свой канал тем, что я буду разговаривать. Бесконтактно. Разговаривать. С вами. Так будем омолаживаться. Но, в принципе, это правильная идея. То есть, желательно, конечно, дружить с людьми, которые моложе. Не только с теми, которые моложе. Но чтобы в наборе вашего круга общения были люди, которые моложе вас. Может быть, они вас чему-то научат. Это я вам говорю как официальный старпёр. Так, что тут еще есть интересное? If anything. Егор пишет. Ох, Будамчик. Будам – это я. Будамчик – это ласково от Будам. Вероятно. Лучше уж в коммунизе что-то годное, чем лицезреть дизайн гражданина Лебедева. А дизайнер этой страны действительно есть. Настоящий профессионал. Я не специалист по дизайну, это точно. Я уверен, что у вас есть настоящий профессионал. Я не уверен, что Лебедев такой уж плохой дизайн делает, если он сумел построить такой огромный бизнес и работает много дизайнерами на него. И я не знаю, какие у вас основания на него наезжать. На него наезжать, да. Ну окей, хорошо. Давайте перейдем к нашим каким-то делишкам. Сегодня 6 января. 6 января. Это, конечно, не 3 сентября, о котором песни слагают. Но 6 января. Сегодня годовщина. И сегодня нас будут здесь, в Америке, уже начали грузить проблемами, которые произошли год назад. Год назад произошли некоторые вещи. И вот спикер, спикер Нэнси Пелоси, уже там объявляет планы, как надо отмечать. И вот вроде бы уже президент Байден сейчас, как раз, когда мы с вами разговариваем, уже выступает о восстании 6 января. Игра словами. Нагрузка на нас. Хотят нам вбить в голову неправду. Восстания никакого не было. Сейчас два слова еще поговорим. Но восстания не было. И Нэнси Пелоси рассказала, каким образом они собираются это делать. Отмечать годовщину восстания 6 января. Они говорят. Эти левые люди. Левые жалкие личности. Они будут вспоминать, помнить и все так же говорить, что дух единственный патриотизм и такой молитвенности. Они еще, кстати, молиться будут. Дина часов будет молитва общая. Для нашего несчастного страны, которой был такой ужас, ужас, ужас 6 января. Давайте чуть-чуть вспомним, но очень быстренько, что было 6 января прошлого года. Дональд Трамп, которого я нежно люблю. За некоторые вещи. В основном люблю. Если он опять пойдет на выборы в 2024 году, я буду за него голосовать. Это так, чтобы не было никаких сомнений. Он повел себя ужасно 6 января прошлого года. При всем при том, что это не было никакое восстание. И левые, конечно же, воспользовались ошибками Трампа в этот день. Раздули, сделали показательных заключенных и так далее. Но Трамп обкакался. Я не знаю, какое лучшее слово сказать. Извините, если можете. 6 января он обкакался. Значит, это вот нагнетание, которое происходило после выборов с ноября месяца, 6 ноября, по-моему, или какого-то, 20 ноября были выборы. Что был обман, что там были взросы и так далее. Было много шума. Никто ничего не доказал. В результате на сегодня я не верю, что были настолько массовые вбросы, что они поменяли, реально поменяли выборы, результат выборов. Не верю. Были ли вбросы? Верю. Но никто ничего не смог доказать. Все-таки Америка еще не диктатура, не автократия. И если никто не смог доказать, значит, этого не было. Вперед. То есть, проиграл Трамп. Жалко. Жалко мне, что он проиграл. Но так получилось. И надо было уже признать. До 6 января, 6 января, они там у нас механизм выборщиков, я уже тут все рассказывал, не буду повторять, должны были утвердить вот эти голоса, которые от каждого штата должны были прийти или пришли. И вот это было назначено, насколько я не помню, на 2 часа, что ли, дня в Конгрессе должны были засчитывать выборщики от такого-то штата, 29, согласно данным, там 29, все голосуют за такого-то кандидата. Это формальная процедура, которая должна была пройти. Но до этого, за час-полтора-два, Трамп выступал там недалеко от Конгресса. Ну, не прямо недалеко-недалеко, но в нескольких кварталах. Опять возмущенный, в надежде, что Майк Пенс, его вице-президент, будучи там, в Конгрессе, сможет остановить это дело. Он не вызывал. Опять воздушевленная речь, он хороший докладчик, все очень были рады. И, в частности, он сказал такую фразу, давайте пойдем все туда, к Капитолию. Но он добавил, с миром. Он не говорил ни восстания, ничего не думал. На то время уже в Вашингтон-Ди-Си, в столице, прибыло много людей, которые поддерживали. Они прибыли, чтобы его слушать и так далее. И они все повалили туда, к Капитолию. Когда собралась большая толпа, там были какие-то беспорядки. И кто-то, видно, кто сейчас говорят, это подстрекатель, это тот, другой, третий, неважно кто, толкнул народ, мол, давайте идти внутрь, в Капитолию. Хотя двери были закрыты, потому что там шло заседание, как раз где-то по подсчету. Они пошли, там с разных дверей, там где-то разбили витрину. И, короче, конгрессмена всех вывели через подземный ход в соседнее здание, то есть никто не пострадал. Убили одну женщину, которая вламывалась в этот Капитолию, больше жертв не было. Внимание, больше жертв не было. Если там скажут, что убили полицейского, еще там четыре человека покончили с собой, у кого-то был инфаркт, это никак не связано с тем, с насильственными действиями, которые кто-то сделал из людей, которые пришли туда. Короче говоря, они пришли, они гуляли, они сто процентов совершили преступление, типа trespassing, как если бы, скажем, кто-то взял и разбил окно или дверь в любое здание, и туда влез, это trespassing. Но это никак не попытка свергнуть власть. А это сейчас как раз меняют имя. И уже год идет расследование, следствие уже кто-то сидят и так далее. И теперь они хотят сказать, что это был самый ужасный день в истории Соединенных Штатов Америки, и в этом все виноват. Трамп, республиканцы и так далее. Это они хотят сказать. И они движутся все время в эту сторону. Трамп повел себя очень плохо и недостойно в этот день. Так считаю и я. Трамп супер был президентом. Супер. Но там, где можно было договориться как бизнесмену, бизнесменами, нагнуть какие-то страны, то есть опять же, что-то пообещав, если ты это мне, то я это, у него было все нормально получало. Он продавал воздух. Он мог продать то, чего еще не было, типа какую-то угрозу. И если вы нам дадите это, то эта угроза не претворится. Он умел это все. Он был честным. Он очень себя любил. Нарцисс 100%. Выступал шикарно. Его любили. Его выступления были отличны. При всем, при том, что он оскорблял людей. Давал им обидные клички, имена. Ужасные посты в Твиттере. За что его выгнали из Твиттера? Я против того, чтобы выгонять человека на все время. Но нельзя сказать, что его выгнали просто ни за что. Я бы его, конечно, восстановил давным-давно. Но Твиттер не моя платформа. Пока. But you never know. И сейчас мы уже узнаем, что тогда, когда толпа поводила в Капитолий, начались беспорядки там, и сын его, Дональд Трамп Джуниор, и дочка Иванка, к нему подходили и говорили, ты должен остановить их. Они ему это говорили. А он это не остановил. Вернее, он остановил, но это было a little too late. Как говорится, дорогая ложка к обеду. Чуть позже, чем надо. То есть, там, где касалось бизнеса, он все классно делал. Но политика у него так и не получили. Политика, как политика. Политика, как борьба с establishment внутри столицы. Как борьба с пораженными политиками. Сколько человек он поменял в своей команде. Сколько от него ушло людей. Конечно, его обложили, четыре года на него наезжали. Фальшивки ему лепили. Все это было, 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 было. Он отбивался сильно, но до конца не смог. Тем не менее, никакого восстания не было и близко. 6 января, когда вам будут рассказывать, там, в новосях или где, не знаю. Ну, а если подвести не то, что итог, ну, просто коротко суммировать, какой стала Америка с 6 января прошлого года до 6 января этого года. Чего добился? Наш президент, и не только президент, его все администрации, его только одному нельзя обвинять. Что мы имеем? Того, чего не было раньше. Первое. В стране появились политические заключенные. Вы можете себе представить в Штатах политические заключенные? Это не один-два, которому в трусы кто-то, что-то неудачно подсыпал. Нет. Это сотни людей. И сотни, которые участвовали, в частности, вот там, 6 января, на площади перед Капитолием, участвовали в этих беспорядках. Они сидели в тюрьме конкретно. Весь этот год сдали приговоры. Многие из них уже осуждены. Кого-то не осудили. Но кому-то дали 40, 3 года, 4 года. Это политические заключенные. Конечно, левые сделали процессы показательные, чтобы было не повадо. Но чтобы вы понимали, что в нашей стране сотни политических заключенных. Чего не было при Трампе. Я думаю, что не было ни одного. Можете быть парочкой, но никак не сотни. Что еще в стране изменилось? Если при Трампе в прошлом году погибло от коронавируса 350 тысяч, то при Байдене, который обещал, что он всех победит, намного больше. Причем при Байдене уже были вакцины, при Трампе не было. Если при Трампе южная граница была на замке, была программа Remain in Mexico, когда те, которые хотели получить убежище в Штатах, должны были ждать в Мексике решения своего вопроса, а только потом, если им разрешали, они пришли бы в страну. Два миллиона людей незаконно перешли границу. Граница открыта. Ужас, ужас, ужас. Администрация президента делает вид, что ничего не произошло. Дальше. Экономическая ситуация. Инфляция сильная. Цены выросли. Бензин сильно вырос. Все продукты выросли. Я просто хожу в магазин регулярно. И цены выросли. Жизнь стала дороже. То есть, первый удар не по мне, а первый удар и основной удар по людям, которые имеют небольшие зарплаты. Это все за этот год произошло в стране. Все достижения в кавычках упали и его администрация. Дальше. Железная политика. Уродливейший, ужасающий вывод войск из Афганистана. Ужас. Если при Трампе, я хочу вам напомнить, говорили, что вот имидж в Соединенных Штатах Америки упал при Трампе, стали меньше уважать. Пацаны. Меньше уважать стали при Байдене, когда он так кинул своих соратников, союзников по НАТО и вдруг внезапно сказал всем валить из Афганистана, бросить все и уйти. Не выводя людей своих и тех, кто нам помогал. А как он кинул Францию с этими подводными лодками контракт на 60 миллиардов? Ужас. Дальше. Опиоидный кризис. 100 тысяч смертей. Уже. В этом году. 100 тысяч. Вот овердозы. Идем, возвращаемся к пандемии. Люди стоят в осередях, чтобы тест сделать. Хотя в октябре группа ученых вышла в администрацию президента, написала открытое письмо, сказали, что надо сделать, чтобы у людей были по домам тесты. И они готовы были завалить этими тестами в страну. Администрация им отказала. Теперь, вот сегодня утром я гулял. Я, то есть люди ждут открытия вот этого заведения, где тестируют. Я думаю, что часа полтора они как минимум будут стоять. Это у нас здесь во Флориде, а в Нью-Йорке намного больше. Понимаете? Вот это все достижения. Чем может похвалиться Байден? Скажите. Дети не учились в школе. Профсоюзы учителей задавили, заставили учителей не работать. Вырванные годы или полтора из жизни школьника, я уже не говорю о том, что это повлияло на их психику намного сильнее, чем на взрослых. Учиться по интернету они не могут, они не могут концентрироваться. Сейчас они входят в масках, но во многих школах где-то в разных штатах. Более того, их наказывают, если маска одета неправильно. Выпьем за счастливое детство американское сегодня. Правда, люди берут, забирают детей из школ, и намного больше, в два раза больше людей, детей в этом году учатся дома, хоум-скулинг. Какие достижения Байден? Я готов услышать ваше мнение. Я знаю, что многие из вас живут здесь, в Америке, кто меня слушает. Я знаю, что многие из вас не согласны со мной или придерживаются демократических взглядов. Я имею в виду не демократических, как демократия, это хорошо, а взглядов левых американцев. Если вы считаете, что были достижения все-таки у Байдена, и я специально вас ввожу в заблуждение, дайте знать, напишите конкретно. За этот год Байден сделал то-то, 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 что сделало нашу жизнь лучше. Я хочу пример. Не обязательно, чтобы вы даже жили в Америке. Вы же читаете все прессы, у вас, может быть, мнение свои. Напишите. И тогда мы обсудим. Может быть, я был неправ. Теперь, что еще есть интересненького? Буду 33 минуты болтать. Ну, конечно, Казахстан. Конечно, произошел Казахстан вчера. Вот это я открыл Wall Street Journal. Десятки людей убитых во время того, как власти подавляют протест. Что вам сказать? Я особо внимательно, конечно, не слежу за этим событием, но когда я об этом слышал вчера, я сразу понял, что, окей, Украина может вдохнуть свободнее. Открылся второй фронт. Сможет ли Россия вести две войны, не знаю. Тут же вчера слышу выступление, что Россия обещает отправить non-military aid, не военную помощь, в дружеский Казахстан. Когда я услышал эту фразу, я тут же понял, что в это время в казармах сидят молодые ребята и бритвочкой снимают, срезают по своей погоны, нашивки, бляшки, ордена и так далее, чтобы превратиться в зеленых человечек. И в это же время вечером им дают уроки вежливости, чтобы они еще и были вежливыми человечками. Так подумал я вчера. Но сегодня я уже читаю, что, оказывается, уже не просто вежливые человечки туда зашли, а уже российские войска туда зашли. Опять же, с ограниченной функцией помочь братскому народу соблюдать, сохранить порядок. Так что, Украина, дышите спокойно. Можно дышать, одевайтесь. То есть в январе на вас не нападут. Я не знаю, сколько они там будут подавлять в Казахстане. Конечно, я желаю, чтобы поменьше людей погибло. Но будем наблюдать. Очень жаль, но, видите, зрело-зрело-зрело-зрело, потом разорвался. Конечно, вы можете спросить меня, ну ты уже закупил печеньки, чтобы ехать и раздавать в Казахстане, в Алма-Атык? Нет, печеньки я не закупаю, потому что наш госдеп выпустил предупреждение у нас воздержаться от поездок американским гражданам в Казахстан, а те, которые там уже находятся, не ходить в эти места, где протестующие. Ничего больше говорить не буду, потому что не рублю, не понимаю, не знаю. Ну да, бывает такое. Но, все раз говорю, в Украине это передышка. Элизабет Холмс, которая миллиардерша была первая, вот она, эта красуня наша, которая создала Тиранос, стартап, в этот стартап делал типа устройства, которые позволяли быстро делать анализы крови и определять там разные заболевания. Собрала кучу инвесторов, кучу миллиардов. Молодая девка, 37 лет, а начала это с 19-го. Оказывается, был фронт, то есть мошенничество было всяческое, обман. И у нее были обвинения по 11 статьям, и признали ее по 4 статьям виновной. То есть на сегодня ей грозит, по-моему, до 80 лет тюрьмы. Это довольно-таки удивительная вещь для стартапного движения, для Силиконовой Долины. Говорили, что она такая charming, charismatic. У нее очень большая харизма в этой девочке была. И она просто очаровывалась. И на самом деле я действительно считаю, что это очень важно. Поэтому, если вы с кем-то общаетесь из языка, кто-то вам сюда пытается втюрить, и это очаровательная женщина или мужчина, которые красиво говорят, хорошо выглядят, улыбаются, но просто уже хочется обнять. Something is wrong there. Не подавайтесь. Не подавайтесь этим чарам. Помните об этой девочке Элизабет Холмс, которая сядет на 80 лет. Ну, но 80 не сядет, но сядет на 50. Плюс 37, 87 выйдет. Ну, еще может наслицарить все интересненькое. Конечно же. Ну, и последнее из новостей, которые я сегодня вам отмечу, это вот что. Пробка на дорогу. У нас была такая пробка. Вы не поверите. Люди, ну вы мне не поверите. 20 часов. Люди сидели в машине. Зимой. Я очень хорошо знаю эту дорогу. Я по ней езжу регулярно, и не так давно, когда я после деда съехал. Месяц назад. Когда я еду на машине из Нью-Йорка в Сварину, то я остановлюсь на 95-ю дорогу сразу после Нью-Йорка, выехав из Нью-Йорка в Риджерси, и по этой колее я и еду. Проезжая Вирджинию, штат Вирджиния, там где-то отрезок этой 95-й дороги 190 миль, примерно. 190 миль, это умножим на 1,6, это получается больше 250. Нет, сколько там? 190 делим на 2, будет 80, будет 95, ну, то есть уже под 300 км. этот отрезок этой дороги, который проходит через этот штат. И там была пробка длиной 50, сколько? 50 миль. 50 миль. Около 80 км. То есть там был какой-то снегопад небольшой, и покрылась льдом дорога, и люди не могли уйти из трассы. То есть просто некуда было съехать. 20 часов. Я не знаю, как они в туалет ходили, там, наверное, в кустике, тут вдоль дороги, я представляю, что там творится. 20 часов люди были в машине. У некоторых не хватало бензина, у большинства не было еды в машине. Машина замерзала. Они экономили бензин. Сейчас уже сказали, что в такой ситуации надо включать машину на 10 минут каждый час. При этом лежать перед открытыми окна, чтобы, не дай бог, не отравиться этим угарным газом. Один там был конгрессмен, который ехал на работу. Это недалеко от столицы нашей, от Вашингтон, Ди-Си. Там, в Пиржиме. Он выехал на работу, должен был быть через 2 часа в Вашингтоне, Ди-Си, столица. Но он там не был. И 20, он ехал больше 20 часов на работу. Так какие выводы делаем мы, надо иметь в машине. Одеялко. Какое-то количество воды надо иметь. Может быть, какие-то сухие орешки и так далее. Но они и есть просто так. Помните, что это НЗ. Если нормальная погода, солнышко светит, не надо туда руками лезть и пытаться этими орехами или семками наесться. Я когда-то попал в такую ситуацию. Я ехал из Канады, мы туда ездили на лыжах кататься, на машинах. И на обратном пути вдруг такой выплыл дождик со снегом и бум, все стало стеклом, дорога стала стеклом. Холодно. Машина заносила страшно. Нам повезло. Тогда, по-моему, был первый год, когда мы купили внедорожник Лексов. Нам повезло, что мы были в этой машине, и поэтому ее так не заносило. Но машины лежали в певетах и так далее. Кстати, в этой пробке, которая была в Вирджинии, надо заметить, что там еще 6 фур больших столкнулось. И это усугубило пробку. Но, если честно, я никогда не слышал, что пробка была в течение 20 часов. Одним словом, вы там, ребятки, живете в заснеженных краях, имеете в машине какие-то вещички, ну, одеяло, бросьте туда на всякий случай. Ну, и я помню, когда я был перед отъездом из Советского Союза, у меня всегда были канистры с бензином, машины. Как вы там сейчас? Возите ли вы канистры или нет? Ну, я вам желаю всего хорошего, чтобы зима прошла спокойно, чтобы вы никогда не застряли в такой ужасной пробке. Будьте здоровы! Продолжение следует...